Ребят, всем здравствуйте! Это проект Артендер. У нас лето, у вас лето, везде лето, только на другой стороне экватора зима. А мы празднуем лето, и мы сейчас продемонстрируем вам определенную технику гроула, которую вы сможете продемонстрировать у себя в баре. Эта техника называется «Что делать, если я очень хочу выпить спритц, но я не люблю игристое сухое вино?». Во-первых, нужно, конечно, приготовить спритц. У нас будет, конечно, традиционно необычный спритц, которым, мы надеемся, вы вдохновитесь. Во-первых, мы будем использовать вот такой вот белорусский аперитив. Мы настоятельно рекомендуем с ним ознакомиться, потому что это вообще нифига не апероль, хотя, наверное, они, конечно, пытались закосить под него, но это просто невероятно аировая тема. Вот аир на Руси использовался как заменитель ванили, в общем, он такой пряный, ванильный, прикольный. Далее у нас будет сухой херес, самый настоящий, фино. Его будет 15 миллилитров. А копербакета было 30 миллилитров. Еще я сторонник таких, знаете, атомных спритцей, в общем, так, чтобы как бы по шарам чуть-чуть побольше давало. Поэтому мы еще все-таки десяточку дистиллятов и хуа сюда чуть-чуть чисто бахнем. Теперь мы все это дело перемешаем. И что делать, если у вас нет игристого вина, и вообще вам надоело залить все сидром чертям собачьим. У нас сидр грушевый, вкуснейший. Мы вам тоже рекомендуем поменять игристое вино в ваших барах частично на сидр, и это будет совершенно другие сприцы, но тоже сприцы. Украсим мы вот такими вот штучками. Вишенка на всем этом торте. Здесь, короче, находится сидр. Здесь появилась такая очень прикольная дрожжевая нотка. И я это называю колхозный сприц. Продолжение следует...